здравствуйте дорогие друзья мистер blade марсетта сегодня на канале сети ножевых магазинов мессер мистер вблизи герой нашего сегодняшнего обзора выглядит вот так технические характеристики тоже сейчас кадре и я думаю что по ним многим уже понятно что это нож но такого довольно среднего размера то есть даже по современным меркам можно сказать что это нож размера вот действительно прям стандартного с другой стороны этот нож создан вот в такой парадигме которая сейчас встречается у некоторых производителей когда они создают ножи на слепджойнтах которую я бы охарактеризовал как попытки весьма и весьма традиционным моделям ножей придать какое-то новое прочтение этим очень часто страдают крупные американские производители потому что там ножи на слепджойнтах действительно считаются классикой несмотря на то что у них конечно же есть развитая современная ножевая промышленность но вот как видите и российские производители тоже в этом смысле не отстают компания мистер blade которая хотя и числится где-то в чехии но на самом деле является подразделением назовем это холдинга империя ножей и в общем так или иначе заказывает свои ножи и разработка в самых разнообразных странах разрабатывает их где-то здесь в российской федерации вот так этот нож выглядит в малоточном хвате в мои среднего размера мужской ладони то есть ну я бы так сказал что с одной стороны этого вот так вот видно что рукояти мне здесь вполне хватает пальцы на нее все попадают комфортно но с другой стороны вы видите что это ну вот прямо вот только-только то есть такой довольно точно просчитанный размер ножа такого рода при этом я вам так скажу что вот позволю себе взвесить этот нож в кадре чтобы вам была понятна моя мысль что вот этот нож который на моих весах весит около 90 грамм в общем производитель заявляет какие-то подобные цифры он при этом ощущается ножом довольно тяжелым и это не потому что у него в абсолютном выражении какая-то довольно большая масса а потому что этот нож он вот такой вот весь довольно компактный сам по себе с точки зрения своего внешнего вида и ощущения которое он этим внешним видом вызывает и когда ты берешь его в руку ты думаешь что же в нем вообще столько в принципе весит потому что ожидаешься что он будет весить но я думаю что грамм наверно на добрых так примерно 30 поменьше и на самом деле здесь можно увидеть что здесь весит на самом деле что здесь такую массу создает дело просто в том что у этого ножа в основе рукояти лежат совершенно никак не облегченные лайнеры вот так вот они выглядят тут прямо я думаю что заметно вполне кроме того мы с вами сегодня говорим о ноже замок которого слепджойнт и у него есть соответственно вот такая вот довольно большая назовем это пружина замка которая тоже придает ему достаточно значительную массу вот эти вот два элемента как я понимаю ну создают скажем так не то чтобы какую-то избыточную массу прям совсем но создают неожиданно большую массу это же я вам продемонстрирую и за счет того где баланс этого ножа находится то есть вот так вот это дело будет выглядеть то есть баланс у этого ножа прямо так знаете очень сильно в рукоять прям ну вот в моих ощущениях это все-таки уже немного чересчур я согласен с тем что в принципе балансировать ножи складного типа нужно в рукоять потому что они тогда скажем так при каких-то неудачных положениях какой-то мелкой работе которую нужно делать они как бы в ладонь сами играют это удобно достаточно но вот у этого ножа это ощущение в совокупности с его массой при вот таких вот его относительно небольших размерах но она как бы немного чересчур с точки зрения цветового решения мне лично кажется что тот нож который я держу в руках является одним из самых привлекательных вариантов ну право черный и оранжевый это прям действительно с одной стороны очень удобно вы такой нож вряд ли потеряете потому что ну скажем так оранжевых предметов в большинстве интерьеров не то чтобы слишком много а с другой стороны вот это сочетание с черным клинком ну придает ему такую определенную агрессивность которая должна как мне кажется быть у любого интересно сделанного ножа но если вам то не нравится то есть вот еще пара вариантов цветовых решений которые тоже наверняка кому-нибудь могут заставить выбрать другой вариант а не тот который сегодня мы показываем в обзоре на одной из накладок на рукояти этого ножа если вы смотрите на фотографии будет бросаться в глаза вот такая вот довольно крупная клипса ну с одной стороны вот я бы сказал что наличие клипсы на вот таком ноже со слепджойн там это здорово потому что это как раз тот элемент конструкции ножа которого не хватает очень и очень многим слепджойн там классическим поэтому это как бы сейчас такая принятая тенденция если вы делаете слепджойнт вот его какое-то современное прочтение то конечно же туда нужно поставить клипсу потому что нож так попросту говоря удобнее носить при этом обратите внимание посадочного места на другой накладки на рукояти здесь нет то есть клипса никуда не переставляется она установлена так вот покажу с помощью двух таких бонок и при этом я сегодня решил не показывать вам как нож будет сидеть на кармане по той причине что вы знаете клипса ну она прям такая по-настоящему жесткая вам то будет довольно неплохо видно в короче говоря на джинсы в принципе это садится даже наталкиванием потому что но она вот так вот довольно далеко отходит от накладки на рукояти поэтому вполне понятно как это работает но с другой стороны я бы так сказал что назвать эту клипсу сильно эластичный и удобный ну наверное нет не могу с другой стороны совершенно очевидно что с точки зрения внешности это клипса играет важнейшие важнейшую роль как дизайнерский элемент с точки зрения внешнего вида этого ножа ну и да знаете вот берешь так нож в руку что в этой клипсе приятно она за счет своего такого значительного размера в ладони совершенно не мешает я должен сказать что за последние годы я уже и забыл о том что существует такой механизм открывания ножа вот так это обычно называется на сайтах различных производителей который называется ногтевой зацеп вернее скажем так сами по себе ногтевые зацепы на очень многих ножах существуют ну вот как и на нашем сегодняшнем герое надеюсь что он неплохо видно но как правило у современных ножей замком slip joint этот ногтевой зацеп не требуется и вот тем удивительнее что у нашего сегодняшнего героя за я бы сказал так если бы ногтевого зацепа не было его бы было прям очень затруднительно открыть потому что у него этот ногтевой зацеп сделан симметричным с двух сторон и вот если вы не подцепить именно ногтями за такие вот мы назовем это это ногтевые зацепы но давайте вот я это долом назову таким импровизированным тут правда на самом деле так это выглядит если вы за него не подцепить это скорее всего открыть нож вам не удастся в принципе всего узел здесь видимо сделан по какой-то такой достаточно классической технологии то есть вот свободного хода клинка как на современных ножах здесь нет это больше всего похоже наверное как раз на ножи викторинокс спрашивают про вот это среднее положение до среднее положение здесь как видите присутствует она прям тоже такое вот ну вот действительно как на викториноксах то есть прям слип джоинт такой очень такой классический к этому многие привыкли и вот так вот это все дело открывается ну прям вот щелчком знаете я бы так сказал что вот зато страгивание клинка с самого замка ну вот у меня каких-то усилий не вызывает то есть в общем то все достаточно легко удобно происходит то есть знаете я бы сказал так вот кому-то покажется что я нож в этом смысле ругаю а я пытаюсь на самом деле показать не то что это какие-то отрицательные стороны в его работе а то что это сделано ну скажем так немного непривычно мы нажиманы на современных ножах вот уже привыкли к тому что клинки летают как бы все это там легко открывается какая-то есть такая механика а вот механика она такая знаете классическая но и откровенно говоря вполне возможно что именно такую цель при постановке технического задания производители преследовал что касается клинка то в сочетании с вот этими оранжевыми накладками на рукояти черный клинок с покрытием black wash ну то есть оксидированное покрытие которое потом как я понимаю было чуточку галтована хотя вот здесь могу ошибаться она конечно смотрится совершенно отлично добавим сюда тот факт что в отличие от ну скажем так классических ножей этого типа клинок здесь сделан из стали виджетен то есть это в общем весьма и весьма такая достойная стать для ножей на каждый день потому что она не особенно ржавеет потому что она отлично принимает остроту потому что она может быть закалена на вполне такие нормальные величины по шкале роквелла именно для современного ножа то есть в общем-то здесь все хорошо а что касается геометрии клинка ну вы знаете я бы так скажем назвал ее такой довольно классической для этого типа ножей Спуски от обуха, да, они здесь не самые высокие, но такую цель никто и не преследовал, потому что это вот тот самый слитджойнт, который удобно носить даже без клипсы, просто положив в карман. Примерно вот от этого места начинается утоньшение кончику, что тоже очень часто бывает на классических ножах такого типа. Ну и вы знаете, вполне возможно, учитывая примененную здесь сталь, что если вы подобный нож заточите вручную и кому-нибудь подарите, этот человек сможет очень и очень долгое время считать, что вот этот нож самый острый среди всех его прочих бытовых ножей, которые он обычно использует. Потому что, ну, скажем так, это такой вполне-вполне рабочий вариант по современным меркам для тех людей, которые не погружены в ножевую индустрию. Вот даже я, как прожженный нажиман слитджойнты, люблю. Это такая отдельная тема внутри большой ножевой культуры, за которой я постоянно слежу. И мне очень приятно, что современные производители не выпускают этот тип ножей из какого-то такого своего фокуса внимания. Время от времени те или иные производители делают от очень дорогих до очень таких простых ходовых ножей с этим, ну, в общем-то, простеньким замком. А почему так? А потому что я лично думаю, что найдется много людей, которые скажут, что именно с ножа с каким-то подобным замком они когда-то вообще свое увлечение с колдными ножами начинали. Это очевидно по той причине, что именно слитджойнт это, пожалуй, что самые интуитивно понятные замки для тех людей, которые не вовлечены, ну, так скажем, в культуру использования современных складных ножей. Тут как бы все ясно любому человеку, который вообще, можно сказать, складной нож видит первый раз. И мне лично очень радостно, что вот именно в такие ножи в последнее время, вопреки классической традиции, внедряются некоторые более-менее современные материалы. Понятные стали, ну, какая-то такая особенная красота, стеклотекстолит на рукояти и все вот это вот. Поэтому, да, наш сегодняшний герой – это такой вот нож, который, может быть, прожженому ножеману на карман и не засядет. Но вот подарить какому-нибудь человеку, который только начинает увлекаться ножами, да еще и если там вручную заточить, есть возможность, мне кажется, вполне, вполне достойный вариант. С вами на канале сети ножевых магазинов Мессер Мессер был Зали Вахан, надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр, пока.